Крепкие космические объятия. Так прощался с командой МКС экипаж российского корабля «Союз ТМА-05М». Позади полгода жизни в невесомости. Агаты загрузили в спускаемый аппарат оборудование и контейнеры с результатами медицинских экспериментов, которые ждут на Земле. И, конечно же, проверили свои соколы, полетные скафандры, в них и возвращаться домой. Проверка герметичности скафандров, когда весь экипаж на своих рабочих местах в спускаемом аппарате выполняет контроль герметичности. И после этого сушка, осмотр, внутреннее состояние. Он должен быть сухим. Расправлены все складки. Контролирую отход орбитального блока. Прековочный узел чист, по сторонам предметов не наблюдаю. Следующая остановка – планета Земля. «Обратный путь с орбиты тяжелый и очень волнительный. Два часа после закрытия люка. Потом еще два часа спуска. В эти мгновения надо быть готовым к любым нештатным ситуациям». Одна нештатка следует за другой. Пожар, отказ двигателей. В корабле появился черный дым. Это тренировка. Имитация реальной опасности. Еще на земле в тренажере экипаж отрабатывает действия по спасению корабля. «Позвление САС сейчас падает. СЕ-0-4. Герметичный закрытый, да? Да, закрытый. Хорошо. Экипаж ответится в Москву. Как нас слышно? Тут Москвы на связи. Значит, как мы уже, если вы слышали, у нас пожар ВСА». Такие жесткие тренинги не напрасные. Подобное случилось с Юрием Маленченко. В 2008 году во время спуска с орбиты капсула отклонилась от места посадки на 400 километров. В спускаемом аппарате появился дым. «Был спуск, и у него как раз-таки примерно такая же была ситуация. Вот дым из-под пульта у него шел, как сегодня на тренировке». Юрий Черкашин готовит этот экипаж уже два года. «Он главный инструктор по всем системам космического корабля. Будет с космонавтами во время старта, до самого выведения на орбиту. При необходимости поможет и при стыковке». «Чтобы им в бою было в реальном полете гораздо легче, мы отрабатываем практически все штатные ситуации». Времени на долгие раздумья в космосе не будет. Поэтому все действия отрабатываются до автоматизма. Например, при стыковке отказала автоматика. Надо быстро брать штурвал. Бортинженер отправляется в бытовой отсек, а командир выполняет сложную операцию причаливания вручную. «Управляя ручками, я перемещаю корабль влево, вправо, вверх, вниз и задаю головы вращения». Астронавту НАСА, Томасу Машберну и Канадцу Крису Хатфилду опыта не занимать. За плечами ни одна экспедиция на орбиту. Однако на Союзе полетят впервые. Перед тренировкой примеряют свои «Соколы». Командир экипажа Роман Романенко также из летавших. Как правило, космонавты в последующих полетах одевают свои, уже проверенные орбитой скафандры. Романенко тоже примеряет белоснежный «Сокол». Ему уже полагается обновка. Между его полетами большой перерыв. «Новый, так как перерыв составил более гарантийного срока, поэтому был шит новый скафандр, в котором я должен лететь». Потомственному космонавту Роману Романенко не терпится отправиться в свой второй полет. Как сам отмечает, по космосу соскучился. Да и работа впереди предстоит интересная. Тем более, в таком коллективе. «Отличный экипаж. С Томом я вообще летал уже в 2009 году. Вместе встретились на орбите. Он прилетал на шаттле, поэтому 10 дней мы с ним провели. Там, на МКСе. А с Крисом знакомый очень давно, лет 10, наверное. Ладно, работаем». Кристофер Хатфилд – герой страны кленового листа. Он единственный гражданин Канады, побывал на станции «Мир». И первый канадец, который совершил выход в открытый космос. Опытнейший летчик. Освоил более 70 типов летательных аппаратов. Космические полеты – как логическое движение все выше в небо. «Я очень богатый, потому что много опыта. И в этом уровне жизни я могу лететь в Союзе. Я очень рад, потому что это что-то новое, что-то интересное, что-то человеческое. И очень хороший корабль тоже». Как только интернациональный экипаж сел в корабль, английская речь перестала звучать. Вся тренировка, четыре часа общения, терминов и указаний – только на русском. Как оказалось, принципиальная позиция астронавтов. «Я шар баллонов падает часто, давление шар баллонов – 179». «Это русский корабль, надо говорить по-русски. В станции мы говорим оба английский, русский. Но в Союзе это русский корабль, надо говорить по-русски. Это просто логично». А вот когда экипаж работает на американском сегменте или связывается с Центром управления в Хьюстоне, язык общения – английский. Поэтому русские космонавты знают его практически в совершенстве. Однако на станции свой язык – смесь русского и английского. Их старт намечен в декабре. Предновогодние хлопоты на Земле и на станции. Ведь прилетят на орбиту космонавты 07-го Союза как раз в канун католического Рождества. А там и до боя кремлевских курантов недалеко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова